Автостопом по Южной Азии двое крагандинцев решили отправиться в длительное путешествие своим ходом и без денег. В планах посетить города Индии, Вьетнама, Камбоджи, Филиппин и многие другие. Что сподвигло людей на такой отчаянный шаг, выясняла Ирина Вобещевич. Мы собрались в Южную Азию, начиная с Индии до Филиппин. Своим ходом поезда, паромы, ноги, машины, все, что будет попадаться на нашем пути. Ну, основной упор на автостоп. Станислав с Марией, муж с женой, оба имеют высшее образование и достойную работу. Не так давно они путешествовали по Казахстану и вдохновились от таких же, как и они, путешественников, идеей познавать самостоятельно мир. Более полугода назад они твердо решили покорить Южную Азию и начали разрабатывать маршрут, изучать особенности стран. В каждой стране есть свои правила, скажем так, в Индии пешком много не походишь, там хищники, дикие звери, и там нужно больше, наверное, поезда и с людьми, там очень опасно в этом плане. Дальше уже Таиланд ближе туда, Вьетнам хотим, Камбоджа, все эти страны, порядка, изначально порядка 10 стран на нашем пути, до Филиппин, до островов, а на островах там 7 тысяч плюс островов, там вообще можно шагать и шагать, скажем так. И хотели бы вернуться назад на родину автостопом через Китай, если будет такая возможность. Ребята на днях уволились с работы, сдали друзьям квартиру, чтобы за этот счет оплачивать ипотеку. Как-никак отсутствовать планируют целый год. Билеты до Индии на самолет купили еще летом по приемлемой цене. Все это время обзаводились экипировкой, а дальше надежды только на случай. Есть несколько каких-то программ волонтерских, которые, допустим, помогают путешественникам в последующем зарабатывать только не деньгами, а, допустим, жильем или едой. Маша, будучи фармацевтом, поставила себе цель пройти курсы йоги у первоисточника, постичь тонкости медицины. В их планах узнать изнутри жизнь других народов, расширить свое миропонимание, а вместе с этим узнать что-то новое о себе и своем спутнике. Сподвигло то, что какой-то был застой моральный, поэтому надо было что-то дальше делать, дальше развиваться. Мы работали на квартиру считать, получается, на машину и в последующем решили, что жить можно по-другому. У нас выходили смены, то есть мы работали по 12,5 часов, поэтому, допустим, на свою личную, допустим, жизнь у нас времени не хватало. Свои путешествия ребята планируют снимать и публиковать в социальных сетях.